Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у меня для вас небольшой обзор Алиэкспресс. Часть вещей вы могли видеть где-то там во влогах или на мне, но для вашего удобства и также для тех зрителей, кого интересует только тематика покупок и антипокупок на Алиэкспресс, так будет удобнее. То, на что стоит потратиться и что лучше обходить стороной, сегодня в ролике. Поехали! Прежде чем я начну показывать какие-то товары, я скажу, что мне ничего, ни единой вещи не присылали на обзор. Это мое личное приобретение и мое субъективное мнение. И также, что касается доставки в Польшу, то она сейчас достаточно быстрая, в течение двух недель все приходит, и я никогда не плачу никакие налоги, даже если это общая посылка, где соединены заказы от разных продавцов. Начнем с вами с аксессуаров, которые я заказывала для того, чтобы разнообразить свои осенние-зимние образы, и, конечно же, они перекочуют и в весну. Первое это вот такая повязка на голову. Конечно, когда минус 10, минус 15, я отдаю предпочтение шерстяной шапке, но когда потеплее, когда мне нужно буквально добежать до машины, или когда неудачная укладка, я тоже выбираю такую повязку, завязываю волосы, выглядит очень стильно, она стоит очень недорого, и там было огромное количество разнообразных расцветов. Мне нравится то, что она не давит голову, не узкая, а прям такая, как надо. Могла бы быть поплотнее, но за такую цену я более чем довольна. Нравится это кому-то или нет, но сейчас на пике популярности вот такие меховые обручи, они есть абсолютно разные, доступны и в сетевых магазинах, но я заказала себе карамельный на Алиэкспресс за такую же цену, как в масс-маркете, только это что-то натуральное, и выглядит он посимпатичнее, чем многие другие в той же Заре, в Резервде, в H&M и так далее. Я ношу этот обруч тогда, когда в моем наряде мне не хватает чего-то такого интересного, какой-то изюминки и дома для удобства. Я не люблю, когда лезут волосы в лицо, но, конечно, это больше такая стильная вещь, стильный аксессуар. Если присмотреться прям вообще близко-близко, то заметно, что где-то мех, возможно, не совсем ровно пострижен, но издалека это особо не бросается в глаза. Я немножко помешалась на всяких меховых штучках, и заказала себе еще и крабик вот такой серо-бежевого цвета, таупового, и это искусственный мех, он супер мягкий, крабик отлично держит волосы, причем он не маленький, и вот я его надевала дома, и не только дома, очень много раз, и я не вижу, чтобы этот мех как-то притерся, скомкался, выглядит очень симпатично, если вам такое нравится, то на Алиэкспресс огромное количество вариантов. Если же вы хотите просто какой-то крабик не как в детстве, а что-то более лаконичное, то есть и металлические, я их тоже приобретала ранее, и матовые, всякие там около бежево-коричнево-черные, я тащу ссылки и тоже оставлю вам в инфобоксе. Еще один милейший аксессуар, это меховые ушки, есть и такие, которые выполнены из искусственного меха, они выглядят совершенно по-другому, есть и те, которые полностью покрыты мехом, не только часть, которые закрывают уши. Я хотела что-то бежево-карамельное, и, конечно же, на супер низкую температуру, это тоже не самое подходящее, но немного закрыть уши, и для стильного эффекта я за, и вы можете выбрать что-то подешевле, я видела огромное количество таких на Алиэкспресс, но я покупала не на один раз, не на один сезон, и мне тоже нужно постоянно искать что-то такое, что я смогла бы использовать и для фото, видеосъемки, но так получается, что в реальной жизни я тоже это люблю, и с удовольствием ношу, использую. Кстати, я также должна сказать, что все вот эти вот меховые аксессуары, вообще вещи, которые я приобретала, они не пахнут чем-то странным или химией какой-то, все нормально, я сама такое не переношу. Стало мне интересно попробовать разные гаджеты для волос, и первое, что я приобрела, это вот такой, не знаю как, типа бублик у нас были в детстве, в юношестве, который мы использовали для того, чтобы сделать красивую шишку, там гульку на голове, и я хотела найти что-то, что позволит мне по-другому ее завязывать, чтобы меньше травмировать свои волосы. Хотя даже с супер короткими волосами у меня это и так получалось. И в целом идея неплохая, но я жду, когда у меня немножко отрастут волосы, и тогда, мне кажется, будет еще удобнее, объемнее и как-то так быстрее, что ли. Здорово то, что этот аксессуар как будто покрыт чем-то таким бархатным, и волосы не так скользят, то есть проще их как-то выложить, я пока что сама учусь, я прически и укладки, это вообще, девочки, я как две левые руки, но тем не менее я пытаюсь, и что-то там получается. Просто так вы не снимете его, то есть если вы зажмете, то стянуть с волос, даже не пытайтесь, нужно обязательно все это вот так расправить и потом аккуратно снять, чтобы не повыдирать волосы. И также здорово то, что по цвету этот бублик, будем называть его так, хорошо подходит к моему оттенку волос, и даже если где-то что-то пойдет не так, то его не особо-то и видно. Ну и конечно же для брюнеток, шатенок есть и коричневые, и черные. Очень симпатичная девчачья штучка. Я думаю, что многие догадались, что это такое. И она, правда, выполнена очень хорошо. Это вешалка для сумки. Мне занимает много места, не супертяжелая. Вот так раскладываем, цепляем, и можем повесить сумку на крючок в любом кафе, в ресторане, в кофейне, где бы мы не оказались. Я докуплю себе еще несколько, потому что, зная себя, я точно где-то это затеряю в одной из сумок. И также здесь вот есть такая прорезиненная часть, благодаря чему наш крючок, наша вешалка не сползает. Я думаю, что это must-have в сумочке каждой девушки, которого у меня до этого момента не было. Одни из самых лучших покупок в прошлом году на Алиэкспресс, в конце прошлого года, это чехол силиконовый для кистей и также для спонжа. Я как-то вам показывала такой пластмассовый чехол для спонжа, и все с ним хорошо, я до сих пор им пользуюсь, но он занимает достаточно много места, когда багаж ограничен, то это имеет значение. И вот такой силиконовый, это еще более удачный вариант, потому что какой бы спонж не был по величине, сейчас этот сухой, поэтому он тут болтается, но даже когда он во влажном виде, он сюда без проблем помещается, и если нужно утрамбовать косметичку, сделать ее поменьше, то можно как-то это все прижать, застегнуть и так далее. И сам по себе чехол не гнется. Плюс очень красивый эстетичный цвет, я люблю все около бежевого, там коричневое, и это симпатично выглядит, даже в нашей косметичке, на туалетном столике, я люблю, когда все так сочетается, и самая большая проблема при поездке куда-либо, это куда сложить кисти, так, чтобы было удобно, и чтобы это не занимало много места. Вот такой силиконовый чехол, это просто как чехол в стиле айфона. Девочки, другие цвета тоже есть, застегивается он на липучку, и, конечно, вы сюда не сложите 50 кистей, если вы работаете визажистом, но если вы чисто красите себя, там вам кисть для тона, для румян, для бронзера, несколько для кисточек, то это возможно, я сюда вмещала даже кисти от Real Techniques, которые не славятся своей компактностью, то есть там такая ручка достаточно большая, и классно то, что это все можно отмыть, если вдруг запачкается от теней, от того же бронзера, от тона это вообще, не дай бог, где-то что-то испачкается в косметичке, зачастую это можно выбросить, потому что не отмывается, а тут все очень удобно, можно протереть какой-то тряпочкой или помыть прям со щеткой, потому что силикон здесь не тонкий, он такой плотный, я что-то, наверное, не так поняла, потому что я заказала и отдельно вот этот чехол для спонжа, я не досмотрела, что они продаются вместе, вот так, в наборе, поэтому если вам нужен только чехол для спонжа, то оставлю ссылку, или вот такой супер классный набор для путешествий, или если у вас, например, нет места, куда вы можете сложить все свои там бьюти штучки, то в большую косметичку можно аккуратно сложить кисти, и при этом все оставить в чистоте. Ох, кому-то сейчас понравится, кто-то будет говорить, фу-фу-фу, какой кошмар, но если вы не готовы такое носить на улицу, то можете заказать себе такие тапки, например, для дома, причем они есть и в красивом бежевом цвете, и в разных вариантах, речь идет о такой обуви, которую инстаграмщики носят на улицу, и мне тоже это понравилось, и я не готова покупать что-то, ну вот на уги я могу потратиться, а на такое это чисто, знаете, для разнообразия, но их вполне себе можно носить дома, и даже лучше так. Я взяла себе немножко такие, как бы бабушкины, но есть без закрытой пятки, и издалека это выглядит как овчина, вот тоже такие очень милые, уютные, и здесь нет тонкая подошва. У меня 39 размер, что касается модели с закрытой пяткой, для того, чтобы ходить на улицу, мне можно было взять даже 38. Я хотела себе именно вот такие тауповые, если вы собираетесь носить тапками дома, и без закрытой пятки, то возьмите себе тоже на два размера, даже больше, потому что то носочек, то еще что-то, ну вот я на 37,5 беру 39, а в случае конкретно этих, на мой 37,5 можно было брать и 38. Но для утепления я сюда засовываю такую плотную стельку из овчины, и тогда ничего не шлепает, и хорошо держится. Я такое ношу даже на улицу. Еще одна стильная штучка, это вот такой необычный шарф. Я думаю, что многие из вас, видели как стилисты, советуют такой лайфхак, когда хочется сделать какое-то наслоение, да, добавить объема, то поверх нашего наряда завязываем еще один свитер, иногда даже свитер поверх свитера, но это не всегда удобно, плюс у свитера не настолько, ну во всяком случае в моих свитерах, недостаточно длинные рукава, и они постоянно развязываются, спадают, это очень сильно раздражает, и конечно их невозможно завязать поверх верхней одежды. Вот это, это решение такой стильной задачи, потому что если это добавить, да, то выглядит как очередной слой, как что-то такое, что опять же может разнообразить наш наряд, и добавить красок. Я взяла себе тауповый, вы знаете, что я более такая нюдовая девушка, но есть и яркие цвета, и даже варианты в полоску, и здесь достаточно длины для того, чтобы это все завязать. То есть это по факту шарф, это не рукав, девочки, это вот такой, такая как накидка шарф, наверное, да, и сзади выглядит немного как свитер. Это удобно, это не спадает, сама по себе вязка приятная, очень мягкая, кстати, очень похожа на мои свитера, которые у меня есть. Я, наверное, куплю себе еще и в полосочку, потому что это хороший стилистический прием, но со свитером это не всегда получается, в частности, из-за объема самой вещи, из-за свитера, да, вот здесь у нас добавляется масса какая-то, если ты поверх надеваешь кожаную куртку, какой-то там плащ, еще что-то, то это неудобно тоже, свитер сильно комкается, сзади образуется какой-то горб, а здесь ткань в один слой получается, без дополнительных швов, и все, и удобно, при этом красиво, и еще и немножечко согревает, сохраняет тепло внутри, и шея тоже не будет продуваться. Сколько бы я не показывала домашние одежды, спортивных костюмов, всегда возникают вопросы, Оля, а откуда этот костюм? У меня их много, я периодически их обновляю, потому что я люблю выглядеть дома опрятно, не ходить в чем-то старом, в пятнах, в растянутом, когда вещь приходит в негодность, я от нее избавляюсь, и приобретаю что-то новое, плюс я готовлю дома, в спортивных костюмах хожу гулять с собакой, и после таких прогулок, иногда экстремальных вещи, не подлежат восстановлению, и я заказала себе светлый костюмчик, трикотажный, это выглядит так красиво, когда ты дома, в чем-то таком, не сером, не в унылом, и тем более не в пятнах, не в растянутом, девочки, это настолько приятно, самой для себя, и я всегда, когда была ребенком, мечтала, что я смогу надевать дома что-то такое, и я заказала себе светлый костюм, вот в основном, то, что я показываю, но есть в разных расцветках, я уже не хочу повторяться, но приходится, трикотажный костюм, в размере, наверное, у меня М, я заказывала его очень давно, где-то в октябре, и с тех пор ношу его, вы могли наблюдать эти вещи на мне во влогах, поэтому всю подробную информацию я оставляю вам в инфобоксе, брюки не просвечиваются, но это скорее не зимний вариант, или же надеваем термобелье, какие-то шерстяные колготки, тогда сможете носить на улицу и в мороз, но это больше для дома, или на весну, на осень, когда потеплее, брюки носятся хорошо, на очень высокие девочек, но можно попробовать взять на размер больше, на два, не могу сказать, у меня рост метра шестьдесят два, поэтому вещи из Алиэкспресс, в размере М, иногда в универсальных, мне подходят безупречно, кофточка немного удлиненная, но не чересчур, я вот подумываю, что можно было бы взять даже размер L, вот тогда было бы еще сильнее оверсайз, здесь вот такая горловина, чуть завышенная, которая не давит, все хорошо сшито, у меня нет никаких нареканий, и длина рукава мне подошла, и сам по себе костюм, не хрустящий, вот такой прям знаете супер синтетический, а приятный состав тоже не скажу вам, но здесь однозначно есть хлопок, вот бывают такие костюмы, знаете, в которых тебе и холодно, и неуютно, это нечто другое, и за такую цену супер, еще одна вещь для дома, вместо халата, даже мой муж заоценил, говорит, слушай, так красиво, я набрасываю этот кардиган, поверх шелковой пижамки, или можно, например, даже надевать на улицу, поверх платья комбинации разных цветов, я видела, что девочки так делают, но пока что, как-то так не получалось, в основном носила только дома, очень качественный кардиган, там есть две длины кардигана, я взяла себе ту, которая подлиннее, мне кажется, что так это выглядит лучше, и как-то современнее, и вообще удобнее, даже, конечно, в этом кардигане нет пояса, но для того, чтобы немножко согреться, и вообще, чтобы, опять же, красиво так ходить по дому, или выйти даже куда-то на вечер, как хотите, почему бы и нет, кардиганчик шит действительно очень классно, все швы ровные, не торчат никакие, ни нитки, ничего, и я с удовольствием хожу дома, вот такая мягкая, уютная, пушистая, я попыталась заказать платье, не под сатин на Алиэкспресс, и как в масс-маркете, а что-то, как мне казалось, более натуральное на Алиэкспресс, тем более, что были хорошие отзывы, ну не знаю, это так, на четверочку, есть яркие расцветки, просто обычный сарафан, спереди с разрезом, и ткань, ну, что-то натуральное, с примесью синтетики, но даже не это меня расстроило, как будто в груди широко, по бедрам так впритык, и швы в некоторых местах, причем, знаете, в таких вот, которые бросаются в глаза, то где-то нитка скомкалась, то двойной шов прям спереди, на груди, то есть в центре, я такое не люблю, да, недорого, купила бы ли я второй раз это, нет, но ношу дома, с белым кардиганом, иногда, потому что на улицу, ну, это не вариант, и эта вещь у меня в размере S, господи, свитер, который я залюбила так, что я уже сама не могу его надевать, это аналог свитера из Zara, причем из мужской коллекции, из осенней коллекции, девочки в инстаграме настолько сильно его полюбили, за такой как patchwork, здесь микс таких вязок, плюс соединены очень красивые цвета, которые сочетаются супер гармонично, и выглядят невероятно стильно, и девочки в инстаграме начали показывать эти свитера, их сразу же раскупили во всех Zara, онлайн их не достать, их больше не привозили, но то, что недоступно в Zara, всегда можно найти на Алиэкспресс, и я вставила картинку в поиск и нашла, заказала себе в размере M, для того, чтобы он был объемным, это, конечно же, акрил, девочки, тут не стоит рассчитывать на то, что это будет лучше, чем в Zara, или хуже, это примерно одинаково, но дешевле, и, конечно, если носить этот свитер так часто, как делала я, а было время, когда я из него не вылезала, при том, что огромный шкаф вещей, он немного начал скатываться, потому что надеваешь, стираешь, надеваешь, стираешь, и потом у меня не было сил наряжаться, и я просто брала то, что высохло, и мне пришлось его немножечко побрить, но катышки хорошо убираются, обычная машинка от Xiaomi, и все окей, можно носить дальше, если вам чисто для разнообразия, если вы не собираетесь ходить и жить в нем буквально каждый день, то, конечно же, он вам послужит дольше, но скатываются даже супер дорогие вещи, в целом, это выглядит настолько эффектно и классно, что я ни разу не жалею о своем приобретении, кашемировый свитер из Алиэкспресс, я заплатила за него 230 злотых, это не так-то и дорого, где-то в два раза дешевле, чем от брендов, например, цвета вы видите сейчас на экране, высокая горловина, которую можно или вот так спускать, мне кажется, что мне не хватает длины шеи, или делать отворот, и необычная вязка, это не просто стандартные косички, у меня он в размере М, для того, чтобы был пообъемнее, и в целом все хорошо, я не могу сказать, что это такой же кашемир, как, например, у того же Лили Силк, это не колется, это изделие теплое, но у меня есть кашемир гораздо мягче, и еще более, знаете, деликатный, продавец указывает, что это 100% кашемир, у меня закрадывается, какие-то сомнения, они там могут написать все, что угодно, но это теплый свитер, это красивый свитер, и с обычными базовыми какими-то брюками, выглядит очень элегантно, и так нормально, мне особо, в принципе, не к чему придраться, но, как оказалось, кашемир кашемиру рознь, но если вы хотите теплый, красивый свитер, то я за, там есть такой красивый коралловый цвет, у меня уже есть коралловый шерстяной свитер, я вот еле сдержала себя перед покупкой именно кораллового, он такой комплементарный и очень освежающий, причем подойдет и брюнеткам, и блондинкам, поэтому я говорю, что нужно было брать что-то такое небежевое, прежде чем мы перейдем к покупкам для дома, я покажу вам еще раз вот эти нарукавники, нарукавники, это мое спасение, потому что, когда я умываюсь, очень многое зависит от роста и от высоты раковины, но лично я, когда умываюсь, особенно когда смываю макияж, у меня обязательно что-то течет по рукам, я не знаю, может это только моя особенность, ну а так, вода с тональным кремом, со всей косметикой, задерживается здесь, и не пачкает мне все мои халатики, и домашнюю одежду, и пижаму, и так далее, и вот эти нарукавники, очень хорошо стираются, они у меня есть и в розовом цвете, сейчас они, кстати, в стирке, но самый практичный вариант цветовой, это, конечно же, серый, что касается вот этих товаров для дома, они достаточно универсальные, вы можете найти их, как на том же джуме, так и на алиэкспресс, но, если у вас еще нет такой перчатки для отпаривания, то вы должны этим обзавестись, потому что это настолько удобно, я ни разу не обожгла себе руку, и всегда, когда надо как-то, знаете, лучше отпарить, чтобы не было никаких заломов, я беру эту перчатку, и, слушайте, реально работает, со второй стороны, вот такая сеточка, она не спадает, не сползает, наверное, очень большая рука сюда, как-то с трудом будет помещаться, но у меня не возникает таких проблем, очень нужная вещь в хозяйстве, начиталась я отзывов о таком портативном пятновыводителе, шариковом, ерунда полная, вообще не берите, причем я заказала типа не подделку за целых 19 злотых, но если снять светлый свитер, и там останется пудра, например, или бронзер, это спасет ситуацию, но если вы ляпнете чем-то жирным, разольете вино или кофе, как они обещают, то нет, ничего не произойдет, пятно останется на месте, не выбрасывайте свои деньги, мне всегда казалось, что это какая-то ерунда, я не понимала, зачем люди это приобретают, это шарики, в которых у меня 4 штуки, я их купила в Пепко, но на Алиэкспресс есть множество разных вариантов, и не только вот таких пластиковых, это шарики, которые используются в сушильной машине, и я до этого не очень любила сушильную машину, и пользовалась ее не так часто, а сейчас мне даже как-то более приятно именно просушить в сушильной машине, например, полотенца, свою домашнюю одежду, используя вот эти шарики, все такое какое-то более воздушное, более мягкое, и когда я, например, сушу свой пуховик, я тоже кладу эти шарики внутрь, застегиваю куртку, и тогда пух, перо не так сильно сбивается, и в принципе не особо нужно это все расправлять после стирки и сушки, мне еще интересно, какая разница между этими шариками, и такими типа как мягкими, буквально тканевыми, слегка ворсистыми, не знаю, это похоже на флиз, я обязательно закажу и проверю, в чем же суть, но эти шарики тоже сделали сушку белья чуть приятнее, тоже когда постельное сушу, отлично, я обожаю организацию в кухне, когда у всего есть свое место, и когда все нормально хранится, и предотвращают появление моли, и для сыпучих я заказала еще вот такой контейнер, он пластиковый, у меня не самый маленький размер, есть и поменьше, сюда также можно переливать что-то жидкое, и еще удобная вот такая вот ручка, благодаря которой можно это все достать, если у вас, например, ограничено место в кухне, то можно, например, пересыпать какую-то крупу, рис, гречку, но не макароны, я думаю, что вы это понимаете, пластик здесь не тонкий, и сделано все нормально, меня настолько уже начало раздражать то, что после стирки детских вещей обязательно пропадают носки, мне кажется, стиральная машина их действительно съедает, и я заказала вот такие клипсы для носков, причем я цепляю носки еще до стирки, не поверите, носки не спадают, и потом я только оп-оп-оп все развесила, здесь есть крючок, я купила несколько комплектов, и наконец-то носки перестали теряться, аллилуйя, я хотела себе какую-то компактную форму для льда, но чтобы сами льдинки получались чуть больше, потому что по факту это не совсем в моем случае для льда, я заказала, вот это рассказала, я заказала силиконовую формочку с крышкой, но она закрывается не плотно, это чисто для того, чтобы поставить в морозильную камеру, и чтобы потом это можно было снять, чтобы не замерзла насмерть, и что я хочу вам сказать, какие у меня планы, во-первых, когда я хочу, например, заморозить розмарин, там с оливковым маслом, или какие-то приправы, чтобы они не пропали, или я делаю чесночное масло с травами, но когда замораживаешь большой шарик, то потом приходится размораживать все, и за раз мы столько не съедаем, а так я могу разложить свои масла, оливковое масло, или сливочное масло с приправами, и, собственно говоря, заморозить, и потом по одной штучке доставать, и то же самое касается концентрата, который я делаю из овощей, вы знаете, как есть кубики для супа химические, я их иногда делаю сама, и потом удобно так доставать по одной штучке, и все это компактно, организованно хранить в морозильной камере. На этом мы с вами будем прощаться, я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно, и приятно провести несколько минут в моей компании, не забывайте поставить пальчик вверх, и мы с вами встречаемся в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok